Всем привет, я Антик, и это небольшой обзор на игру Royal Heroes. Вообще, эта игра ориентирована на мобильное устройство, поэтому у неё вот такой огромный интерфейс. И давайте сразу же заглянем вовнутрь. А внутри у нас королевство некогда могучее, но теперь его поглотили тёмные силы, и нам предстоит нанимать героев, крафтить оружие, отстраивать замки, в общем, делать всё, чтобы отвоевать это королевство назад. И из чего же состоит игра? Игра состоит из таких вот боёв, когда наша армия нападает на армию врага, и у нас совершенно нет возможности управлять этой армией. Мы заведомо прокачиваем героев, нанимаем солдат, прокачиваем им характеристики, скиллы, и потом просто наблюдаем за боем. Если это у нас полоска здоровья, полоска здоровья нашей армии, она то уменьшается, то увеличивается, в зависимости от того, когда наш солдат бьют или лечат, и полоска здоровья армии врага. Разумеется, когда бой заканчивается, мы получаем какую-то добычу. Вот сейчас мы добьём последних лучников врага, и увидим, что... Видим, что мы одержали победу, получили 830 золота и добыли ресурс дерева, из которого можно потом что-то скрафтить полезное, например, лук или меч. Так, после боя также у нас показывается опыт, который получили наши герои. Вот один у нас герой получил новый уровень, мы уже можем ему какие-то характеристики улучшить. Ну и статистика боя, кто сколько урона нанёс. Пещера гоблинов И в этой локации было несколько своего рода герцогс, которые мы должны были отвоевать. Вот здесь вот их 10 штук было, и все я их отвоевал на 3 звезды. 3 звезды мы получаем, когда убиваем армию врага меньше, чем за 30 секунд. И зачем бы нам вообще нагнаться за звёздами? За звёздами нам нужно гнаться для того, чтобы потом, когда уже что-то отвоёвано на 3 звезды, мы могли просто нажать на кнопку рейд, то есть зарейдить уже отвоёванную территорию, и получить какую-то добычу, вот опыт золота, без боя. То есть без самого боя. Таким образом мы купим деньги, которые нам необходимы на прокачку нашей армии, и на крафт оружия. Так, давайте теперь посмотрим, как вообще формировать армию. Армию мы формируем из героев. То есть мы нанимаем героя, ставим его в какую-то клетку, вот сюда, например, да, и герой командует каким-то небольшим своим отрядом. Теперь давайте посмотрим на отряды. Вот они здесь. Собственно, вот, например, вот этот маг, он имеет в своём отряде тройку, то есть три лучника. И мы, соответственно, можем увеличить вообще сам отряд, таким образом мы увеличим его повреждения и живучесть. И также мы можем увеличить немного размер отряда, то есть, например, чтобы у нас было там 4 человека в отряде, мы должны вот потратить 3200 золота. Вот в таком вот духе. Ну, есть ещё скиллы. Скиллы, вот они здесь. То есть вот один у нас скилл силы исцеления, плюс 50%, второй скилл чистый урон, плюс 30% и так далее. И вот знак вопроса, скилл можно прокачать. Книги навыка выпадают из каких-то армий врага, и мы можем эту книгу навыка потратить на что-нибудь, например. Ну, давайте вот ауру исцеления сделаем этому магу. Теперь у него будет такой скилл. Так, ну, здесь, соответственно, мы можем крафтить какие-то вещи и надевать на наших ребят. Собственно, в бараке или в казарме мы можем нанять героя. Вот, например, здесь у нас на выбор 5 героев, но мы видим, что вот у этого героя 3 звезды, значит, он лучше. Но на него, конечно, денег потратить придётся 8500, но не 1000, но у нас 15000, поэтому я вот найму сейчас этого героя, Де Маркус. И мы видим, что он всегда сражается за новое сокровище, любимое оружие у него меч, и он имеет дополнительный навык, критический шанс плюс 10. Это отряд ближнего боя у нас будет, и когда вот у нас нет таких героев больше хороших, да, мы можем какие-то трофеи потратить, которые выпали, опять же, из войск врага, чтобы привлечь новых хороших героев. Я сейчас потрачу. И вот у нас ещё один герой-маг появился, мы его за 3000 можем нанять. Но я его сейчас нанимать не буду, потому что у меня уже в армии места нет. То есть у меня сейчас в армии вот 10 из 11 отрядов. И я сейчас возьму вот этого товарища и куда-то его присуну, например, вот сюда. А лучников поставили вот сзади. То есть впереди у нас будут те, кто бьются в рукопашную, и сзади те, кто постреливает. Теперь, например, крафт. Как происходит крафт? Чтобы что-то скрафтить, нам нужно знать вообще, из каких веществ состоит то или иное оружие. Например, вот меч. Чтобы создать меч, надо потратить два слитка и одно дерево. Или вот такую косу, чтобы сделать, надо потратить лук, доспех и топор. Вот все рецепты тут у нас есть, но они, к сожалению, пока что заблокированы. Я знаю пока, как сделать меч. Я сейчас его сделаю. То есть беру слиток, беру второй слиток, беру древесину и создаю. Получаю бронзовый меч. И этот меч потом можно экипировать на воинов. Допустим, я вот сейчас нанял нового героя. Он у нас уровня первого. И я ему сейчас дам меч, чтобы он наносил больше урона. У меня даже два меча. Я могу посмотреть, у кого у меня еще меч не найдет. Вроде бы у всех уже мечи есть. Но если какой-то бой трудно выиграть, мы можем сразу в принципе. Так, сейчас лучник. Еще один лучник. Этим могу лучнику дать меч, чтобы он больше урона наносил. Если у нас какой-то отряд не прокачит, я сразу же могу его прокачать, потратив зелье опыта. Так, где у него скиллы? Вот его скиллы. И он у меня от первого уровня, я его улучшить не могу. Я могу увеличить размеры его отряда за 1300 золота. И потратив парочку зелье опыта, я могу его прокачать до третьего уровня, или до четвертого даже, попытаться улучшить. Конечно, каждое улучшение требует больше золота, но зато отряд уже будет, по крайней мере, прокачан. И у меня сейчас в армии преимущественно герои шестого уровня, поэтому я его до шестого уровня прокачаю, пожалуй. Вот, и улучшу до шестого уровня. Так, и сколько у нас отрядов имеется? Вот, у меня не все герои прокачаны прямо до шестого уровня, чтобы увеличить повреждения и живучесть. Поэтому сейчас я по-быстрому все прокачаю и пойдем в бой. Это даже до третьего. Ну, золото быстро кончается, конечно же. И для этого нужно нам отвоевывать территории на три звезды, чтобы потом их рейдить. Так, и вот мы идем, например, вот сюда, вот на эту карту, которую я еще не отвоевал ни на одну звезду. Вот у нас идет время. Нам дается 30 секунд, чтобы отвоевать это все дело на три звезды. Потом идет время на две звезды. И в итоге, если мы не успеваем за 45 секунд убить всех, мы получаем всего одну звезду. Вот здесь этот толстый очень долго убивается, конечно. Здесь не только смысл в том, чтобы всех убить, то есть прокачать дамаг, защиту и так далее. Здесь еще на скорость идет. То есть, если мы убили всех рукопашников, нам еще нужно добежать до лучников, чтобы их добить. Поэтому есть еще тут скиллы на скорость. Их тоже, конечно же, нужно прокачивать. Отлично. Мы добыли парочку деревьев, веревку, зелье опыта. Герои у нас, посмотрим. Никто не прокачался? Нет, никто не прокачался. Окей. Давайте наверное на старую территорию какую-то сходим. Вот я здесь три звезды не отвоевал. Я сейчас прокачал своих героев. Сейчас посмотрим, смогу ли я все-таки на три звезды это все дело отвоевать. Армию можно, конечно, компоновать не обязательно так вот рукопашников вперед, лучников назад. Можно как угодно ее расставить в зависимости от сложности той или иной территории. И посмотреть, что получится. Но особенность в том, конечно, что мы никак не можем повлиять на ход боя и исключением каких-то магических скиллов, которые откроются на более высоких уровнях. И мы можем такую глобальную магию прямо на поле боя кастовать. Но это будет, конечно, все потом. Вот мне буквально одной секунды не хватило, чтобы добрать одну звезду. Очень, конечно, печально. Но мы заработали какое-то... Мы заработали какие-то деньги и можем сейчас прокачать героев, в принципе, еще раз попытаться. И вот это как бы прокачка такая небольшая, одну секунду-то это и решит. Но я хочу показать вам такую вот территорию, где у нас некие вот такие вот сфинксы. Ну, типа, не сфинксы, а какие-то египетские существа из египетской мифологии. Их достаточно сложно убить на самом деле. Казалось бы, всего их двое, но вот как их убить, это, конечно, нужно постараться. Нужно очень хорошо прокачать свою армию. Возможно, как-то ее по-особенному скомпоновать. Вот. и сейчас буквально наших всех войск убьют, всех наших солдат. И эту карту мы ни на одну звезду вообще не пройдем. Надо будет идти куда-то в другое место качаться. Последний лучник у нас остался, доблестно защищаясь, но, к сожалению, потерпел он поражение. Ну, никто, конечно же, опыт у нас всего по одному. Никто уровень не получил. Так, ну и, наверное, о чем еще можно поговорить. В принципе, все уже показал. Здесь вот еще есть такая своего рода энциклопедия монстров, где у нас про каждое существо можно узнать, сколько она наносит физического урона, сколько у него защиты, сколько у него сопротивления к магии, сколько у него уклонения и так далее. Так, ну и давайте еще один бой сыграем, например, вот на этой карте. Здесь у нас такой есть особенный юнит, который помечен звездочкой, вот он идет, и за него будет награда вот эта метить, то есть этот трофей, который мы, кстати говоря, вот как я вначале показывал, в таверне приманиваем таких крутых героев. То есть мы должны его убить, чтобы этот трофей заслужить, потом этим трофеем нанимаем крутых героев. Ну и здесь, конечно, опять же, не в мою пользу все сложилось, и я даже не дошел до этого товарища со звездой. Сейчас мы их добьют. Вот, и что делать в таких ситуациях, когда мы просто не можем дальше продвинуться? нужно рейдить рейдить уже пройденное уже пройденное места до трех звезд, то есть атаковать просто, да? И таким образом небольшой фарм хоть какой-то будет. Вот здесь вот достаточно легкая карта. На три звезды я уже ее прошел, и войско у меня только улучшилось, поэтому стоит ожидать того, что я снова на три звезды ее пройду. Какое-то золото заслужил. Вот 850 золота и одно дерево. Ну что ж, вот такая веселенькая игра, очень я ее вам рекомендую, если у вас особенно есть какое-то мобильное устройство, на котором можно в нее поиграть в свободное время, потому что она нарисована именно под мобильное устройство. И я достиг нового уровня и заслужил улучшение барака, книгу, навыка одну, которую можно бесплатно прокачать какой-то навык у героя зелеопота и проездной. Ну что ж, спасибо большое за то, что посмотрели этот небольшой обзорчик. С вами был Антик, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось, и делитесь видео с друзьями. Всем удачки, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok